Задаваясь вопросами поиска себя и своего предназначения, не обойтись без ответа на вопрос, куда я иду, то есть какая моя жизненная цель и какой мой смысл жизни. И в данном контексте жизненная цель и смысл жизни это синонимы, то есть то, что придает значение всей вашей жизни. Кто-то находит свой смысл в успешной реализации профессиональной деятельности, кто-то в вере и служении Богу, кто-то в жизни по совести и чести, кто-то в науке, кто-то в бизнесе, кто-то в искусстве, кто-то в богатстве и популярности, а кто-то в служении и принесении пользы людям и обществу. Как же найти свой смысл жизни? Чтобы понять, ради чего живете именно вы, вам нужно узнать ваши убеждения, взгляды и философию. Надеюсь, вы выполняли упражнения из предыдущих видео про поиск себя и своих талантов, которые могут вам с этим помочь. Но раз вы смотрите это видео, то, скорее всего, у вас остались сомнения и вы хотели бы сравнить разные подходы к смыслу жизни. Давайте этим и займемся. Виды смыслу жизни. Бытовой смысл жизни. По различным соцопросам населения смысл жизни в семье, детях, отношениях, карьере, любимой работе, богатстве, имуществе, здоровье, власти, популярности, путешествиях и развлечениях. Многие из этих вещей ценю и я, но не считаю ничего из этого смыслом жизни. Почему, разберем позже. А пока давайте рассмотрим философские, научные и религиозные подходы. Философский смысл жизни. Мировую философию можно разделить на два больших раздела. Античную и европейскую. Китайская и индуистская философии больше относятся к религиям, поэтому мы их рассмотрим чуть позже. Античная философия. Античные философы считали по-разному. Аристотель видел смысл жизни в достижении счастья, Эпикур в удовольствии, Сократ в исследовании своих добродетелей и построении достойной этической жизни, Диоген в умении довольствоваться малым, в свободе и избегании зла. А стойки, например, Эпиктет, считали, что главная цель жизни человека – это жизнь в согласии с природой и мировым разумом, логосом. Европейская философия 18-20 веков. Несмотря на разнообразие европейской философии, иррационалисты, экзистенциалисты, нигилисты, позитивисты, прагматисты и марксисты, ленинисты – все считали, что особого единого смысла в жизни нет. И различие их взглядов относительно смысла жизни в основном в том, что об этом вообще можно не думать, или все-таки это задача самого человека – предать или создать для своей жизни смысл. И смыслы они себе придумывали разные – от достижения выгоды, власти, коммунизма и до смысла жизни в самой жизни, следовании нравственному долгу и самосовершенствовании. Что касается современной философии, то в основном в своих выводах она не отличается от научного смысла жизни, поэтому давайте перейдем к нему. Научный смысл жизни. В современном научном подходе к смыслу жизни я выделяю системный анализ, а также психологические и социальные подходы. Системный анализ. В системном анализе смысл жизни – это цель, которая будет иметь наибольший вес для вас. На практике смысл жизни заключается в замедлении скорости роста энтропии. То есть энтропия – это необратимое явление, которое приводит любую систему к беспорядку и хаосу. То есть если с ростом энтропии во вселенной рано или поздно исчезнет жизнь, то смыслом является действие по отсрочке этого момента или, как утопия, полное предотвращение исчезновения жизни. То есть простым языком научный смысл жизни – это поиск способов максимально продлить жизнь. А какие-то ребята, как, например, модное течение трансгуманизма, ищут способы изобрести научные средства, которые приведут к замедлению, старению и бессмертию. Психологический подход. В основном современные психологи склоняются к индивидуализации и спецификации смысла жизни. Что подлинный и полный смысл жизни может знать только сам индивид. И для каждого человека он уникален и специфичен. Социальный подход. Основная современная социальная теория описывает четыре парадигмы мышления. Пре-модерн, модерн, пост-модерн и иногда еще делают мета-модерн. Пре-модерн – все, что было до 15 века нашей эры, где главным центром культуры и общества и смыслом жизни был бог и стремление к нему. Модерн с 15 века до 1-3-20 века, когда центром был человек о смысл жизни, знании, науке и освоении мира. По-модерн, после Первой мировой и до начала 2000-х, когда от единого центра внимания и смысла решили отказаться вообще. И девизом этого времени стало «Единого смысла жизни нет, у всех своя правда и каждый верит во что хочет». По сути, это полностью совпадает с современным психологическим подходом. И иногда выделяет еще четвертую парадигму мышления – мета-модерн, которая началась после 2000-х и идет до сих пор, характеризуется разочарованием в постмодерне и откатом к модерну и премодерну в поисках сильных идей, которые дают смысл жизни. Один из предполагаемых смыслов жизни мета-модерна озвучил известный блогер Ян Топлес, цитируя мысль философа Риджа де Рорти, что главная единая ценность жизни – это не причинять боль и насилие. Теперь давайте разберем религиозный подход к смыслу жизни. Очень грубо религии можно поделить на монотеистические аврамические и пантеистические и политоистические азиатские. Аврамические монотеистические религии иудаизма, христианства и ислама верят в единого Бога-творца, который создал этот мир. И несмотря на то, что с первого взгляда во многом смысл жизни верующих этих религий схож, это общение с Богом через веру и молитву, соблюдение заповеди и реализация потенциала, заложенного в человека Богом, то есть его предназначение. Кардинальная разница между этими религиями заключается в отношении к фигуре Иисуса Христа. Иудаизм и ислам не признают Иисуса как Бога. И уже из-за этого идут все основные отличия в понимании любви, спасения, грехов, их искупления, а также откровений Синайского, Нового Завета и пророчества Мухаммада. Азиатские. Основные религии Индии и Дальнего Востока – это индуизм, буддизм, конфуцианство и даосизм. Некоторые из них отличаются политеизмом, то есть язычеством и верой во множество богов, а другие – пантеизмом, то есть верой, что Бога-творца, который создал этот мир, нет. И в отождествлении Бога с миром, что Бог – это и есть мир. Космос, природа, вселенная или вселенский разум. Называют по-разному. В индуизме множество религиозных и философских течений, но всех их объединяет главная цель – освобождение от круговорота рождений и смертей сансары, а также от всех страданий и ограничений материального мира. Кто-то видит путь к освобождению через медитацию, кто-то через мудрость, кто-то через добрые дела, кто-то через отречение от наслаждений, кто-то через отрешенность и уединение. В буддизме смысл жизни – это прекращение страдания и освобождения благодаря медитации. Смысл жизни в конфуцианстве – это созидание идеального и совершенного общества, что позволит достигнуть гармонии между людьми и высшим разумом. В даосизме смысл жизни состоит в достижении гармонии и познании высшего разума, следовании ему и слиянии с ним. Также я думаю, что некоторые современные движения, вроде моды на саморазвитие и достижения, а также хасла культуры, тредугализма и успеха, тоже в какой-то степени можно назвать религиями, со своими обрядами и верой. Только для этих людей Бог – это успех, признание и богатство, во многом это схоже с язычеством и поклонению какому-то явлению или вещи. В общем, как вы видите, понятий определнее смысла жизни довольно много, и какой из них верный для вас вы сможете понять, только прожив свою жизнь. Но так как я человек верующий и убежден в том, что Бог каждому из нас дал свободу воли и выбора, то значит каждый из вас волен выбрать то, что считает нужным. Но если вам интересен мой личный путь рассуждений о смысле жизни и то, как я логически обосновываю свою веру, то выглядит это следующим образом. Во-первых, я убежден, что смысл жизни должен быть в том, что нельзя потерять и что у вас нельзя отнять, то есть в каком-то процессе, а не результате. Поэтому удовольствие, страсть, успех, счастье, карьеру, богатство, имущество, здоровье, власть, популярность, путешествия, развлечения и свободу я не могу сделать смыслом жизни, так как все это можно потерять. Это может быть вашими ценностями, но не смыслом жизни. Во-вторых, я убежден, что смысл жизни должен выходить за границы самой жизни, то есть в каком-то процессе, который можно делать в любых обстоятельствах на протяжении всей вашей дееспособной жизни и который не закончится с вашей смертью и каким-то конкретным измеримым результатом. То есть такой смысл, который могут перенять ваши дети и потомки и продолжить нести этот факел. Так как если вашим смыслом жизни было сделать бизнес и заработать много денег, то когда вы достигнете этой цели, ваш смысл начнет медленно, а возможно резко исчезать. То же самое с целью создать семью, родить детей, посетить разные страны, освоить профессию мечты, стать известным и так далее. Если эти цели сопутствуют смыслу жизни, то они принесут вам должную радость. А если все это является самоцелью, то это просто откладывание жизни на потом. Вот женюсь и заведу детей, тогда начнется настоящая жизнь. Вот найду работу мечты и заживу. Вот заработаю миллион рублей и обрету счастье. Вот куплю самый дорогой фотоаппарат и стану самым лучшим блогером. Но при таком подходе вас ждет только разочарование. Но лучше не верьте мне на слово и самостоятельно достигнете всех этих целей, чтобы понять, что смыслом они являться не могут. Поэтому я считаю, что смысл жизни не имеет четкого конца и результата, и для которого вся ваша жизнь будет лишь какой-то частью, лептой, которую вы вносите. В-третьих, я убежден, что смысл жизни должен быть связан с нашими духовными, а не нашими душевными и телесными потребностями. То есть смысл жизни не может заключаться в удовлетворении телесных потребностей, гедонизме или какой-либо дофаминовой зависимости. Например, в трудоголизме, сексоголизме, игромании, алкоголе или наркотиках. Так как для меня это бессмысленно. Поэтому алко, нарко, азартные и хаслокультуры меня не привлекают. И для меня это не обретение смысла жизни, а бегство от поиска смысла жизни. Все перечисленные удовольствия относятся к телу, а тело, как мы знаем, временно, конечно, и в конце концов каждый из нас его потеряет. Я верю в то, что мы одухотворенные и одушевленные существа. И помимо смертного тела у нас есть бессмертные душа и дух. Для меня главные доказательства того, что душа и дух существуют, это все духовные и душевные человеческие потребности и качества. Душа – это наше сознание, психика, мышление, творчество, интеллект, характерные особенности нашей личности, способность к развитию, сохранению и передаче знаний через речь и письменность. Дух же отвечает за нашу свободу воли и наше стремление к познанию себя, мира и смысла жизни, а также способность не к инстинктивной, а к безусловной любви. И я верю, что это то, что связывает нас с Богом. То есть то, что вы умеете думать, творить, мечтать, читать и вообще задались вопросом смысла жизни, для меня является доказательством, что у вас есть душа и дух. Вы скажете, но ведь зачатки сознания, мышления, языка и культуры есть даже у некоторых животных, например, у обезьян. И тут я отвечу, да, у животных тоже есть душа, но дух и духовные потребности есть только у людей. Поэтому я считаю, что смысл жизни человека не может быть связан с удовлетворением душевных потребностей, таких как творчество, культура, развитие интеллекта, саморазвитие и так далее. Почему? Потому что без духа удовлетворение душевных потребностей – это душевный гедонизм. Ты делаешь приятно своей душе, но не понимаешь зачем. Если смысл только удовольствие, то разницы с телесным гедонизмом немного. Поэтому я делаю вывод, что смысл жизни человека связан с тем, что отличает его от животных, с нашим духом и духовными потребностями. И в-четвертых, для меня смысл жизни должен выражаться в любви. Но не в той любви, которую многие принимают за страсть, секс или любовную зависимость, а бескорыстную, безусловную духовную любовь, ту, что на древнегреческом языке называют агапы. И в это понятие у меня входит как любовь к Богу, которому я благодарен за все, что у меня есть, так и любовь к людям, которая выражается в действиях, приносящих пользу и благо обществу. И такая любовь не заканчивается, и ее невозможно потерять. Поэтому в итоге мой смысл жизни, который невозможно потерять, который выходит за границей жизни, который связан с моими духовными потребностями, и который выражается в любви – это общение с Богом. И Бог здесь и первопричина, и цель, и смысл. Если бы нужно было сократить мой смысл до одного слова, то это было бы слово «Бог», потому что Бог есть любовь. Вот что придает смысл всем остальным моим целям в жизни. Что касается конкретно моего предназначения, то окончательно его понять я смогу только когда проживу свою жизнь. Но исходя из того, что я понял о себе и своих талантах на данный момент, свое предназначение я вижу в том, чтобы создавать качественный контент, который увеличивает количество любви в этом мире, и таким образом служить Богу. Наверное, те из вас, кто читали Библию, уже поняли, что я верю в Иисуса Христа. А те, кто еще не поняли или не читали, тем я крайне рекомендую начать изучение этой книги. Хотя бы с практической и культурной точки зрения. Поверьте, она достойна вашего внимания. Что я думаю о других подходах? Философский подход о смысле жизни я разделяю только стоический, потому что под их логосом я понимаю Бога, и жизнь в согласии с природой и Богом для меня логична. Научный подход с максимальным продлением жизни я принимаю в рамках заботы о своем теле, но не принимаю трансгуманизма, где люди пытаются достигнуть бессмертия, так как верю, что вечная жизнь возможна лишь как воссоединение нашей души и духа с Богом. И если бы смерти не было, то зачем вообще был бы нужен и дар жизни, и какой-то ее смысл? Противоречий с эволюцией я тоже не вижу, так как я не отрицаю микроэволюцию, а макроэволюция – это теория, которую пока мы не можем проверить, так как она требует огромных промежутков времени. Поэтому макроэволюцию я допускаю, но только с Божьей помощью, а не в виде случайного появления сознания у сложных форм биологической жизни. Биологические и социальные подходы у меня тоже противоречия не вызывают в том, что действительно свой смысл жизни каждый вольен выбирать сам. Но я считаю, что во многом психологи сегодня выполняют работу, которую раньше выполняли только священники, так как с уходом при модерне потребности людей в понимании себя, своих чувств и действий никуда не исчезли. Я сам пользовался услугами психотерапевтов и хорошо отношусь к этой профессии. Психологи действительно могут помочь с душевными проблемами, но с духовными – нет. Когда священники могут помочь и с душевными, и с духовными проблемами. Но задача найти хорошего психолога и хорошего священника одинаково сложная. В заключении хочется сказать, что мир стал Вавилонской башней. Миллион мнений и дорог, по которым можно идти, во что верить и в чем находить свой смысл. Каждый из вас волен сам для себя выбрать смысл своей жизни и определить мирилы успешности своего предназначения. Но, например, для меня, как человека верующего, призвание обязательно связано с верой, благодарностью и любовью к Богу и людям. Я совершенно ясно понимаю, что без Бога у меня бы не было ничего из того, что я имею, и что в нашем обществе принято считать признаками успеха. Все, что я имею – это дары Бога, а все, что делаю, я стараюсь делать с Богом, а соответственно с любовью. И если в моей деятельности нет любви, то это является для меня триггером и компасом к пониманию, туда ли я двигаюсь. Это не значит, что я всегда поступаю правильно, идеально и обезгрешно. Конечно, нет. Я обычный человек со своими пороками, слабостями и множеством ошибок. Но именно вера и любовь являются для меня четким жизненным ориентиром и мирилом успеха. На этом я хочу закончить это видео и свой мини-цикл о поиске себя и своего предназначения. Искренне надеюсь, что он был вам полезен и с интересом прочитаю ваши комментарии. Желаю вам сделать все, чтобы ваша жизнь была осмысленной. Спасибо вам за внимание и всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok